всем привет от sb 1813 или протестаем и продолжаем реакции сегодня будет немножко странная реакция недавно у меня выходили две реакции подряд с женским вокалом вот поэтому видели кто следит за реакциями и вот тут буквально на ютубе совершенно случайно мне попался видос я почему-то решил сделать реакцию именно на это то есть короче в японии есть пласт коллективов полностью женских то есть там играет только девушки как бы ну есть группа конечно не только такие плюс и минус но есть вот именно определенные только с девушками и у них есть там достаточно большая популярность то есть у нас в россии например да и так вот не особо не большая популярность хотя тоже любит но вот в японии там прям отдельный короче класс людей которые любят только вот такой есть есть которые любят они желтые есть то есть то самое есть вот именно вот это и мне всегда было интересно я лично не особо любитель на самом деле такого то сейчас сразу это скажу возможные будет все предвзяты немножко реакции но тем не менее мне было все время интересно вот так просто вот нифига взять посмотреть какой-то рандомный клип и как-то оценить его что я сегодня собираюсь делать на реакции поэтому сегодня нам будет впервые не совсем реакция а вот именно просто как мой интерес личный потому что я возможно ничего очень хорошего сейчас не скажу про то что увижу потому что говорю опять же мне вот именно жанр потому что в основном все вот эти вот женские коллективы ну возможно кроме там из их стрейнс да то есть визуальной группы они все играют какой-то невероятно тупой и неинтересный хэви метал то есть там без обид да но вот лично вообще мне такое не нравится тем более женский вокал вообще не моё но тем не менее все равно у них это все как то так качественно и круто и вот я хотел просто вот сегодня решил раз уж я тогда сделал те вот две реакции то давай все таки возьмем японцев моих любимых только теперь вот именно полностью женским составом и вот ну попалась мне вот такая группа как хагана наверное и треках супер вайвен вилл и вообще не знаю кто это знаю только вот то что они помки все поэтому чисто ради интереса сегодня делают реакции давайте посмотрим и возможно может кому-то такой понравится опять же для кого-то маша открою новые поехали короче смотреть ну окей да не похоже на хэви металл хотя соляк конечно про металлический у меня это кстати транспорт прям так как-то добавлен дальше возможно я кстати эту группу когда-то слышал дэш это гитара так напоминает что-то я не помню что прям вот где-то я слышу прямо такой момент ну анима припех до соло гитары как слишком громко но они как-то странно звучат вроде все нормально здесь я слышал этот момент они они прям позаимствовали его не один-в-один то люди рынка и такое было не у них какой-то вики группы точно такой был я потом вспомню может сам себе в комменты напишу ну так это на самом деле норм но не знаю мне не нравится как соло гитару вычитаем а как-то как-то все отдельно ведет остальной микс плюс-минус надо быть ну очень странно вот они играют две разные партии звучит она как оттенна одна ну типа сейчас типа с одного соляка перешел на другой и вообще звук не изменился блин такие долгие соляки никогда не понимала как-то так долго делал и то что звук не меняется так же очень странно типа да камон заканчиваю же соляк мне и так неинтересно о господи такие соляки нельзя долги писать так что ужас просто они не техничные совершенно и не выразительные все странный трек это мелодия у него тоже странная типа а куда делась гитарист я как не любитель соло гитары сейчас просто мне очень тяжело это ступень даже в соли так долго не играли все больше соляков не будет надеять и просто насколько сильно изменил звучание сейчас гитара соло пропала и совершенно как будто два разных продакшенок было вот опять появилась совершенно по-другому но он звучит очень странно тут мега странно короче и 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 ми вообще и и и и я и наверное должны быть треков по 3-4 минуты, а если уже 5-7 минут 6 идет. Не, на самом деле, если бы этот трек нормально свести, типа вот эту вот соло-гитару сделать нормальный, а не как она звучит. А ну, типа она плохо звучит, по-моему. А, нет, еще соляков. Нам мало соляков. Давай еще больше, пожалуйста. Еще соляков минут на 5. Ура, соляки закончились. Так, ну что, вот мы посмотрели, послушали трек Супервилон от группы Хагана. Хагана, что-то где-то я такое слышал или видел это название. Может, я реально видел эту группу? Не знаю. Короче, в принципе, да, ну, как бы то, что я ожидал, то я и получил. Мне не нравится такое музло. Ну, типа, как бы, точнее, как объяснить-то? На самом деле, как бы трек плюс-минус нормальный. Если там убрать вот эту всю тему с соляками, пересвести соло-гитару, сделать микс более плотным именно в том плане, чтобы по звуку не скакало вот с этой гитаркой. Вокал. Вокал, честно говоря, такой себе, если бы там реально хороший вокал был, звонкий. Да, то есть его можно получить на передний план. А в остальном нормально, басистка, ну, плюс-минус мне понравилась. То есть у меня даже такой мини-соляк был. Ударница с таким лизо сидела, типа, эх, мне зашибись, вот, но я тут как инструмент. Вот, то есть только вот так вот было. В целом, этот трек, может быть, был бы нормальным, но вот то, как он звучал вот именно... Блин, почему так много соляков? Вот, типа, ну, не знаю, выпендривался соляками в 21-м году, тем более вот такими совершенно неинтересными соляками, да, то есть, ну, я не знаю, типа, зачем обычно люди пишут соляки? То есть есть же две причины, ну, лично, как мне кажется. Первая, это когда, типа, сама душа просит, ты там записал соляк, и все такие, о-о-о, вот это соляк, то есть, да, то есть душевный. И второй, это когда просто выпендривался, типа, смотрите, как я офигенно играю, и вы так не сможете. Тут зачем это было? И типа, что в первом, что во втором случае, как я говорю, мне кажется, соляки, может быть, и маленькими, и супербольшими, то есть, опять же, если вспомнить всем известный Star Way to Heaven, да, вот этот бесконечный просто соляк, который идет. Но, тем не менее, он же настолько душевный, как он его играет, все дела. Или взять, например, вот тех же Dragon Force, да, кстати, спойлер, клипы Dragon Force до сих пор у меня лежит один, на который я хочу сделать реакцию. Не знаю, будет ли она в этом году, но может быть. Короче, там соляки, ну, недушевные от слова совсем, но при этом они супертехничные, да, то есть, все дела, то есть, все такие, о, гермальный бог там. А тут что? Тут соляк несложный, он не звучит, он недушевный, потому что такое чувство, на самом деле, что вообще за них всю музыку писали, не они сами. Вот, ну, как бы тут я не буду говорить, возможно, они сами придумывают, что-то мне кажется, что-то мне кажется, что прям были моменты какие-то прям, я прям слышал у других групп, ну, и как-то не знаю, не знаю. Вот, и зачем, ну, так долго, ну, сыграли один соляк, там, одна гитаристка, вторая гитаристка, окей, все, хватит, не надо, если вы не умеете реально так супертехнично и душевно играть соляки, нафига вы их играете, тем более так долго. Я говорю, если бы там, ну, буквально там секунд, там, 10-20 соляк у каждой, был бы, окей, но полпесни просто селики игру и невыразительный. Плюс гитара на гитару, когда меняется, вообще ноль, ничего не поменялось в звуке, как будто это один соляк на одной гитаре вообще с играми. Ну, короче, совершенно такое. Вот. И клип нормально снят, то есть на клип мы постарались, да, ну, на самом деле, как бы, наверное, самая главная претензия лично, как у меня, то, что, ну, это не совсем группа, это, наверное, все-таки больше коммерческий проект полноценный, то есть на музыку тут всем, честно говоря, насрать. Вот. То есть они офигенно выглядят в клипе, они прям вот, как бы, 10 из 10, как бы, они все, это просто вайфу, вот, все дела, у них офигительные белые гитарки, то есть я бы тоже хотел все-таки гитарки, ну, типа, это реально Горлс Бэнд такой вот, ну, джей-поп, да, наверное, только в виде такого джей-металла, ну, не знаю, короче. То есть звучит-то оно, на самом деле, как такое, вполне себе неплохой транскорчик, да, если его досвести, все это делать, убрать слики, будет неплохой транскорчик. Но вот как это все подается, подается это просто как коммерческий проект, вот, у нас есть офигительные японочки, и, как бы, вам больше ничего не нужно. А треки, вот, вот вам еще соляк на полтрека. Вот. И, опять же, люди непрошаренные, наверное, которые особо много ничего не слушают, типа, для них металл, то все, что с гитарами, они такие, ууу, соляк на три минуты, это круто. Вот. Но это не круто, на самом деле, ребята. Послушайте любую музыку, интересно. Я не говорю, что такие группы плохие. Опять же, говорю, в Японии, да и не только в Японии, есть полностью, опять же, girls band, и они звучат хорошо, они играют крутую музыку, да, вот. Но это другой случай. Это вот именно тот случай, который вот мне не нравится, и почему я, собственно, сделал реакцию, потому что я хотел посмотреть, все-таки, прав ли я сам с собой был, что мне это не нравится, или я просто так как-то сверху всегда смотрел, что, о, вот, не буду слушать ерунда. Нет, это правда не очень. Это не очень. Как для коммерческого проекта, это офигенно. Но как вот именно слушать их музыку, нет вообще. Это не музыка, это вот попса в том самом негативном ключе, наверное. Вот. Но, опять же, я ничего не буду говорить, кому-то может реально такое нравится, как бы. Вот. Я иногда тоже люблю послушать вот, ну, не такую, другую, наверное, попсу, хотя ты прекрасно знаешь, что это максимально коммерческий проект. Вот. То есть, может кому-то что, как и зачем. Короче, это была такая экспериментальная реакция, она получилась достаточно долго, и вот. Можете на самом деле, наверное, не смотреть, или какая разница. Мне просто самому было интересно разобраться. Так что вот, всем спасибо, кто посмотрит, и все ссылочки в описании, нравится, нравится, сами все знаете. Ну, что ж, будем знать, что такие группы мне точно не нравятся. Вот. А как вам, не знаю. Может, кому-то реально зайдет. Все, ладно. Всем спасибо, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok